Здравствуйте дорогие, и снова на нашей улице праздник, но в этот раз есть, скажем так, солидный подгон не от разрабов, а от комьюнити, а именно мод на мини-босса Баунти Хантера. Мод появился совсем недавно, я оставлю на него ссылку в описании, также я сделал для него русскую локализацию и ссылку на нужные файлы я в описании тоже оставлю, ну, вам, надеюсь, очевидно, что сначала ставится сам мод, а потом уже накатывается моя локализация. Если обнаружите какие-то косяки в переводе, если, например, у вас вместо каких-то фраз во время там битвы с Баунти Хантером или во время того, как персонаж там находит его квестовый предмет, вам будет вместо фраз на русском языке выводиться просто код, хорошо, если вы запомните этот код и напишите мне конкретно его, или хотя бы запомните, в какой именно ситуации у вас не показался нужный перевод, но, в общем-то, этого вероятность очень мала. Я тестировал, конечно, свою локализацию, вроде как все было в порядке, но некоторые фразы там просто рандомные, их довольно много, всех их я в игре, понятное дело, не встретил и где-то там мог ошибиться и не заметить. И еще один мелкий момент, помимо локализации, это то, что вы в комментариях просили меня обозреть мод на полностью играбельную антикварку. Я заметил это, я, в общем, пытался, в чем проблема, у меня, я перебробовал там 10 версий игры, ни на одной этот мод, короче, у меня не работает, ну хоть убейте, я ничего не могу с этим сделать. Бесконечная загрузка просто при попытке войти в игру. Если вы знаете какое-то решение по этому поводу, конечно, пишите, я с удовольствием потрогаю этот мод, я с удовольствием, опять же, сделаю для него локализацию по возможности. И, по-моему, кстати, сегодняшний мод, он от того же автора. Ну да ладно, закончили со всеми необходимыми прелюдиями, переходим к непосредственно моду. Для того, чтобы выйти на босс-файт с баунти-хантером, вам сначала нужно будет заполучить обвинение. Это предмет для доставки, его можно, ну, в первую очередь получить во время встреч со страждущими. Вам придется внимательно следить за фразами, которые персонажи во время этой встречи произносят. Как правило, они будут упоминать какие-то бумаги, документы, или напрямую упоминать охотника за головами, или его метку. Как только вы увидите что-то похожее, выбираете персонажа с этой фразы и получите нужный предмет. Если вам удастся доставить его до трактира, то вы получите 48 золота и 2 очка закалки. Но, как только вы получите этот предмет, охотник начнет за вами охоту. А именно, у вас будет 40% шансов встретить его на каждом бою на дороге. Ну и по поводу самой схватки с наемником. Изначально, когда я встретил его в первый раз, мне вообще она показалась какой-то суперсложной, но, видимо, это было из-за того, что он получил благословление. И из-за этого у него было что-то вроде около 150 хп. Но, когда я встретил его во второй раз, он уже не был благословлен, у него было всего хп где-то 70, и я все-таки смог его убить без особых проблем. Тем не менее, босс очень даже интересный, он появляется, если что, не один. Вместе с ним появляются разбойники, и он может в любой момент призывать их на подмогу. Немного даже напоминает того бомжа, который переходил в свое время к вам в деревню, в первой части Darkest Dungeon, и пытался там вам постройки ломать, или что он там делал. Наемник, он, конечно, никакие постройки вам не сломает, но вот ебальник сломать может запросто. Если вкратце, он использует практически все приемы, что есть и у обычного наемника. И вы уже сами понимаете, что это означает. Это означает, что у него есть станы, у него есть метки, у него есть просто много урона, у него есть массовое кровотечение, которое помогает добивать ваших героев. Я выведу вам на какое-то время экран с его навыками, но имейте в виду, что здесь далеко не все. Я предполагаю, что все просто не поместились, потому что у героев-то обычно, ну, гораздо больше навыков, чем у различных, например, мобов, да даже, чем у боссов. И таким образом наемник становится очень даже необычным боссом, с учетом того, насколько у него разнообразный мувсет. Ну и помножьте все это на то, что он в любой момент может призывать себе в подмогу бандитов. И это, к слову, вообще никак не зависит от того, убили ли вы всех, убили ли вы одного, убили ли вы двух. Так что, на мой взгляд, на этом боссе, ну уж точно, оптимальная стратегия не будет убивать всех его подсосов. Я думаю, стоит убить парочку, чтобы они, ну, типа, сильно не мешались. Но перебивать всех, наверное, бессмысленно, потому что он в любой момент призовет еще. А еще такой интересный момент, что у разбойника-то есть прямая синергия с бандитами. Он накладывает метки, а многие бандиты по этим меткам гораздо сильнее дамажат. То есть, ну не знаю, ребята, там собрали ли вы нормальную пачку себе героев, а наемник-то собрал себе нихуевую. Но, тем не менее, если наемник не получает благословения, то победить его вполне себе реально и даже не очень-то и сложно. Что же мы получим в награду? Ну, вот лично я за его убийство, по-моему, вообще ничего особо не получил. Но, по идее, там задумана парочка новых уникальных тринкетов. И мы посмотрим их со страницы на Nexus Mode, потому что, ну, мне самому еще там пять раз убивать этого босса, если честно, лень. Я и так за ним гонялся довольно долго, потому что вы понимаете, что это рандомно вам должно выпасть. Само это обвинение с одного из страждущих. Потом вы рандомно его встречаете на одной из дорожных схваток. Ну, в общем, у меня вообще кучу раз было, что я находил там это обвинение где-то уже под конец. Там, на подходе уже к трактиру. Я просто его доставлял. Да, мне давали там какие-то бонусы, но я-то хотел именно с боссом подраться. В общем, встреча с этим боссом просто довольно рандомная, что само по себе не проблема. Но если там стремиться выбивать с него какие-то определенные тринкеты, это может растянуться вообще на неопределенное количество времени. В общем, как я и сказал, этих тринкетов всего два. Первый тринкет — это коготь охотника. При попадании по цели с меткой есть 33% повторно эту метку наложить. Также, если я правильно понимаю, потому что я лично сам не тестил, при попадании по цели с меткой автоматически применяется при атаке. Здоровье врага становится меньше 33%, а здоровье босса аж меньше 15%. На бумаге звучит очень сильно, но есть пометка, что неэффективно против космических сущностей. То есть, по идее, на актовых боссов это работать не будет. Второй тринкет — это спланированное устранение. Он просто увеличивает урон по боссам на 20% и шанс крита по боссам на 10%. Опять же, звучит неплохо, по крайней мере перед самим боссом мне надеть такую тринку было бы не впадлу. Но вообще нужно бы отрефлексировать тот момент, что такой тег как босс, по-моему, первый раз в игре используется, и не до конца понятно, кто под ним подразумевается. Можно предположить, что актовые боссы — это боссы. Но они все космики, и первый тринкет на них работать не будет. Боссы-логовы — это тоже боссы. К тому же они не космики, то есть на них будет оба тринкета работать. Шамблер, очевидно, космик, но вот считается ли он боссом или нет, не совсем очевидно. Смерть, хирург и коллекционер космиками, в свою очередь, не являются, но остается вопрос, будут ли они считаться за боссов. Ну и подводя итоги, я, безусловно, рад, что у моддеров появляется какой-то инструментарий, они могут создавать новые уникальные ситуации, они могут добавлять новые тринкеты, они могут добавлять новые способности. Единственное, что они продолжают использовать модельки и анимации, те же, что в игре, в общем-то, уже были. И в этом плане, я думаю, что мы вряд ли куда-то сильно продвинемся из-за того, ну, насколько скачнуло качество графики между первой и второй частью. Боюсь, что моддеры такое вряд ли потянут. Но то, что у них уже получается, вполне себе вызывает уважение и вносит в игру нехилое разнообразие, чему я, как бы, всегда рад и готов поддержать, в том числе, банально, продвигая в массы. А пока на этом все.